Коллеги, давайте проверим, насколько хорошо меня слышно. Точно так же нажмите, пожалуйста, на огонечек, в чат писать ничего не нужно. Так, реакцию вижу. Хорошо. Ну, тоже небольшой организационный момент. Да, Татьяна Викторовна сейчас даст разрешение на презентацию. И точно там же в вкладке файла есть дополнительный материал, такой небольшой буклетик. Это такой небольшой бонус. При проведении моих вебинаров буду делать небольшие бонусы, поэтому следите за информацией. Также вы можете, кроме презентации, скачать этот небольшой буклет. Надеюсь, будет вам интересно и полезно. Ну, тема сегодняшнего нашего вебинара – это оригами-терапия, как здоровье-сберегающая технология в работе с детьми. Мы рассмотрим сегодня с вами оригами не с точки зрения, как мы привыкли, да, как часто нам кажется, что это просто развлечение, да, просто складывание бумаги. Мы рассмотрим сегодня с вами оригами технику, как, во-первых, арт-терапию, да, терапию, которая может нам помочь расслабиться, помочь решить свои вопросы. И также мы рассмотрим с вами оригами, как здоровье-сберегающую технологию, которая тоже немаловажна. Мы все с вами понимаем, да, что сохранение, преумножение, сбережение здоровья является одной из главных целей нашей с вами работы, да, как педагогов, и, ну, не только педагогов, воспитателей, но и родителей тоже. Если говорить о словах Сухомлинского, он всегда говорил, что истоки творческих способностей и дарывания детей на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства детской ладошки, тем умнее ребенок. Мы с вами знаем, что чем больше у нас у ребенка развита мелкая моторика, чем больше развиты его пальчики, тем лучше и тем, во-первых, тем лучше развивается его речь и тем выше его интеллектуальное развитие. Что, какой предмет, как ни оригами, да, может развить нашу мелкую моторику, может помочь нам развивать наши пальчики. Именно оригами, это, ну, наверное, нечестно забытое направление сейчас, в данный момент. Оно начинает развиваться, оно начинает приходить в нашу жизнь, но, наверное, ну, каждый из вас слышал о том, что же такое оригами. И, наверное, каждый из вас, ну, вкладывал хотя бы кораблик, самолетик или какую-то там лодочку, да, это тоже относится к этой технике. Но оригами в сегодняшнем нашем понятии это намного шире. Я вам сегодня расскажу очень большое количество техник, возможно, какие-то вас и заинтересуют. И еще, коллеги, призываю к активности, да, призываю задавать вопросы, немножко отступлюсь, вопросы мы лучше задавать не в общий чат, да, а во вкладочку «Вопросы», там вверху у вас есть вкладочка и вопросы задавать лучше туда. В конце нашего вебинара я обязательно отвечу на все вопросы, если на какие-то не смогу ответить сходу, то, ну, немножечко позже отвечу. Ну, и давайте перейдем, опять же, к нашему вебинару. Оригами – это один из древнейших методов арт-терапевтического воздействия для развития мелкой моторики. Как я уже сказала, да, за счет развития мелкой моторики у нас развивается наша речь и развивается наш интеллект. Складывание из бумаги отводится очень большая роль. Оно, наше складывание способствует не только развитию тонких движений рук и пальцев, но и формированию, в первую очередь, глазомера, потому что нам нужно сложить ту или иную деталь в определенном порядке и на определенное расстояние. И санциматорных реакций. Занятия оригами повышают активность работы мозга, уравновешивают работу обоих полушарий. Почему? Потому что мы все с вами понимаем, да, что если у нас работают у ребенка две ручки, ну, и не только у ребенка, и у взрослого, то у нас за счет работы двух рук активизируются оба полушария. То есть у нас работает не как чаще всего, ну, если ребенок правша, правая рука, да, или там левша, то здесь у нас идет активное развитие тонких движений рук и пальцев. И при этом идет активное взаимодействие двух полушарий, так как работают обе руки. И это способствует повышению общего уровня интеллекта в общем, да, и плюс развитие речи. В результате занятий развиваются такие высшие психические процессы, как понимание, потому что, чтобы сложить ту или иную деталь, да, мы должны внимательно рассмотреть схему, если есть такая, или же обратить внимание на тот или иной изгиб. Восприятие, воображение. Воображение также может развиваться за счет того, что ребенок придумывает какие-то свои дополнения. И также сообразительность, логичность мышления. Все это развивает техника оригами. Согласитесь, довольно-таки большой класс, да. Если мы с вами рассмотрим сегодняшние наши вопросы, да, содержательные вопросы нашего вебинара, о чем мы сегодня будем говорить, я хотела бы посвятить вас такие темы, как оригами. Мы поговорим сегодня о понятии, об истории возникновения, материалы и инструменты оригами, основные виды техники складывания бумаги и преимущества оригами-терапии, как здоровье и сберегающие технологии в работе с дошкольниками и младшими школьниками. А почему делаю упор именно на дошкольников и младших школьников? Ну, если, можно сказать, в этом возрасте вы заинтересуете ребенка в дошкольном или младшешкольном возрасте техникой оригами, во-первых, у него будет хорошо развита мелкая моторика, а во-вторых, у него всегда будет определенное увлечение, да, дело своей жизни. И сегодня оригами можно смело называть одним из самых уже популярных видов творчества. Как я говорила, что на определенном этапе развития нашего общества, да, оригами ушло, ну, как бы, в забытие. О нем забыли, им не пользовались, и, как я уже говорила, да, пользовались там на уровне складывания самолетика, кораблика и там, ну, пилотки. Определенные такие три схемы, да, стандартные, допустим, даже, можно сказать, в советское время. Но, как я уже сказала, оригами – это не только три наших вот этих стандартных схемы. Это именно техника, это направление, имеющее свои поднаправления, которые очень интересны. О них мы тоже сегодня с вами поговорим. Приемом сложения бумажных подделок научиться достаточно просто, и это сможет сделать каждый. В японском языке слово оригами буквально означает «сложенная бумага», и само название оригами появляется у нас лишь в конце 19 века, вместе с тем, когда создаются, сейчас, минутку, ну, выходят первые книги по оригамистике. До этого приемы изготовления бумажных подделок просто передаются, ну, из поколения в поколение, наглядно, и называется арикатом, занятие, то есть складыванием, да, и за счет этого у нас передавают ту или иную технику, да, из поколения в поколение и передаются наши оригами. Но в 19 веке начинают выходить книги, и уже на основании книг оригами обретает как бы свое такое направление большое. Если говорить о оригами, как об арт-терапии, да, арт-терапия, мы все с вами знаем, небольшой такой кусочек про арт-терапию, буквально две минутки, это лечение искусством и творчеством. Именно так же лечить у нас может и оригами. А цель – это терапевтическое воздействие при решении внутренних психологических конфликтов, проблем коммуникации и социализации детей, особенно детей с ограниченными возможностями здоровья. Применяется такой метод лечения при проблемах эмоционально-личностного развития, в том числе при аутизме, при задержке умственного развития, нарушении речи, слуха, зрения и двигательных функций. Если говорить о задачах арт-терапии, да, то это дать социально приемлемый выход агрессии другим негативным чувствам, облегчить процесс лечения, если это у нас с вами психотерапия, в качестве вспомогательного метода, получить материал для психодиагностики. Это тоже немаловажно. Мы с вами можем смотреть на момент создания того или иного изделия, да, той или иной фигурки оригами. И обращая на это внимание, мы можем видеть состояние нашего клиента, состояние нашего ребенка. Точно так же очень часто дети отождествляют себя со своей поделкой, со своей игрушкой. Или же мы с вами в формате психодиагностики можем предложить ребенку рассказать свои переживания своей игрушки, да. Соответственно, мы с вами будем понимать тот момент, что ребенок свои эмоции, свои чувства переносит и отвечает как бы от имени игрушки. Таким образом, игрушки, наши поделки оригами, да, я имею в виду. И таким образом ребенку будет проще раскрыться перед психологом, либо же перед педагогом, да. И так мы с вами можем получить более полную картину в момент проведения психодиагностики. А так же при помощи нашего оригами мы сможем с вами проработать какие-то подавленные мысли и чувства, да, у нас за счет этого, как я уже сказала, наше бессознательное будет выходить на уровень сознания. Так может помочь установить контакт с клиентом, что тоже немаловажно, развивать самоконтроль, концентрировать внимание на ощущениях и чувствах, также развивать творческие способности и повышать самооценку. А все вот эти вот задачи могут помочь нам оригами терапия именно раскрыть, если нам это с вами необходимо. А если говорить об истории возникновения оригами, мы тоже сегодня немножечко поговорим о ней. Конечно, оригами в первую очередь это бумажные поделки, поделки из бумаги. И немножечко остановлюсь. Коллеги, можете написать в чат, используете ли вы оригами в своих занятиях, на своих уроках и так далее. И с каким возрастом вы это делаете, если вы это делаете. Напишите, пожалуйста, в чат, тоже интересно. Ну, давайте перейдем к истории возникновения. Как я уже сказала, это в первую очередь бумажные поделки. Первая бумага появляется в Древнем Китае в самом начале II века нашей эры. А следовательно, историю оригами из бумаги нужно связывать именно с этой стороной. Но не все так просто. Есть мнение, что оригами появляется в Японии. Якобы первые фигурки зародились из искусства драпировки тканей. То есть не привычная бумага была у нас, а именно ткани. Что было необходимо для изготовления традиционной японской одежды. Так, вот, немножко отвлекусь на чат. Да, вижу, довольно-таки большое количество слушателей используют. Очень приятно. И используют, как я вижу, и с ОВЗ, и, опять же, наш дошкольный возраст, да, и младший школьный возраст. Очень хорошо, ну, очень приятно, что все-таки техника не забыта. Если говорить о показаниях, да, именно как арт-терапии и как технологии оригами, это, как я уже сказала, для чего мы с вами можем использовать. Трудности не просто даже как развлечение, да, чаще всего, наверное, многие используют оригами именно как развлечение, как проведение занятий. Это трудности эмоционального развития. Те же самые, вот, несколько сообщений было, что используют с детьми с ОВЗ. Да, это тоже очень хороший метод, очень хорошая технология именно для деток с ОВЗ. А также показания карт-терапии, это могут быть стресс, депрессия, сниженное настроение, эмоциональная неустойчивость, импульсивность эмоциональных реакций, переживание эмоционального отвержения другими людьми, чувство одиночества, какие-то межличностные конфликты, опять же, неудовлетворенность с семейными отношениями, определенная ревность, повышенная тревожность, страхи, фобии, негативная я-концепция и низкая самооценка. Все это может помочь нам оригами именно исправить. Ну и если говорить о том, как двигалось возникновение нашего оригами, кроме того, пока бумага была дорогой, и в Китае она так особо не использовалась, в Японии оригами используется лишь священнослужителями, прошу прощения, для проведения каких-либо религиозных культов, то есть это частичное использование оригами. Со временем подделки оригами появляются и в японских дворянских семьях, то есть в семьях, где обеспеченные люди. Истинный дворянин даже считался теперь таковым, если мог развлечь скучающую даму складыванием из этих угловатых, но вызывающих живой интерес фигурок. А самураи использовали подделки для сворачивания записок. Прочесть это послание, развернуть фигурку, мог только свой человек, то есть который понимал, как сложена эта фигурка, чтобы получить то послание, которое у нас было. Еще позже оригами стали украшать помещение при проведении всякого рода праздничных торжеств. Традиционная японская свадьба, то есть свадьба, которая проводилась по всем канонам, она предполагала обязательно украшение интерьера, сложенными из бумаги бабочек. Это вот то, как начиналось использование нашего с вами сейчас уже как бы такого более распространенного оригами. Но сейчас на слайде вы видите это виды арктерапии, сюда у нас тоже с вами входит и наши оригами. Но на видах арктерапии я останавливаться не буду, мы его просто тогда сейчас пропустим. И, как я уже сказала, как начинают распространяться наши оригами. Вообще о настоящем искусстве оригами можно говорить лишь с появлением именно японского бумажного журавлика. Журавлик, наверное, знаком нам всем с вами, все мы слышали историю про журавликов. И журавлик является одним из самых несложных и наиболее популярных поделок. Наверное, на том же уровне, как я уже сегодня говорила, это наши кораблики, самолетики и пилотки еще с советского времени. И это одно из самых несложных и наиболее популярных поделок. Оно создается без каких-либо практических целей. То есть мы все с вами понимаем, что сложив журавлика, мы можем просто его украсить им интерьер. А никакой практики, как та же самая пилотка или кораблик, которым потом ребенок может поиграть в ручейке. Ну, нынешние дети, к сожалению, не все это любят. Но в время советского детства, да, многие складывали кораблики и пускали их в ручеек. И именно журавлики, они не представляют под собой никаких практических целей. Кстати сказать, первая книга «Учебник по оригами», она создается в 1797 году и называется «Как сложить тысячу журавлей». Это ее название явно отсылало читателя к старинной легенде, которая обещает исполнение желания тому, кто сложит тысячу бумажных журавлей. Наверное, слышали вы об этой легенде, да? Если вы именно занимаетесь, ну, хоть когда-то слышали об истории оригами. Если говорить о том, кто же дал такой большой толчок в продвижении оригами, это был Акира Яшизава. Большие заслуги, ну, как бы, он принес большой вклад, прошу прощения, он принес большой вклад именно в развитие искусства оригами. А в 20 веке это один из таких наиболее распространенных оригамистов. Это знаменитый мастер, он разработал целый устав с универсальными обозначениями сгиба оригами, да? Наверное, многие из вас видели, что очень часто на схемах пишется, что там сгиб такой-то. И за счет этого мы с вами понимаем, да, как сложить тот или иной уголок для того, чтобы получить то, что у нас с вами изображено на схеме. Эти, по сути, свои инструкции служили для передачи технических приемов оригами на письме. В книге были собраны базовые модели для осваивающих первые шаги в этом очень интересном искусстве. Если говорить об оригами и западном мире, это искусство появляется в Европе к 18 веку. С этого идет история оригами именно в западном мире. Тогда умели складывать головные уборы митры для священников и женские чипцы из ткани без использования ниток и иголок. То есть складывали просто определенным образом, и за счет этого получался головной убор. Особым образом сложенные салфетки при сервировке стола или просто подделке, украшавшей интерьер, были в европейских домах. Также могли служить предшественниками этого искусства. Очень многие, наверное, видели из вас лебедей из полотенец, либо очень красиво сложенные салфетки. Это тоже та же самая наша с вами техника оригами, только уже не использование бумаги, а использование ткани. Если говорить о базовых моделях классического оригами, очень возможно, что именно благодаря Фебели сегодня так просто рассказать историю возникновения оригами именно для детей. На примере троих простых моделей, как я уже говорила, пилотка, кораблик или же стаканчик, или очень часто мы наш стаканчик называем коробочек. Вот вы видите его слева на экране. И это именно такие стандартные схемы, которые, наверное, складывал каждый. Ну и самолетики, прыгающие лягушки хотя бы раз из нас с вами кто-то делал в детстве. Наверное, мне кажется, нет такого человека, который не сложил бы самолетик или не сложил бы кораблик, стаканчик, пилотку или эти наши интересные лягушки. А вот еще одна модель, которая в обучении начинающих занимает начальную позицию. Это коробочка, чаще всего ее просто называют коробочкой, это коробочка Санбо. Вот вы видите ее на экране. Тоже можно применять. Еще очень интересное направление, наверное, тоже многие из вас слышали, возможно, кто-то применяет. Это модульное оригами. С помощью модульного оригами собирают объемные фигуры. Это могут быть шарики, короба, звезды, цветы, там всевозможные снеговики, как сейчас к Новому году, Деда Мороза, снегурочки, елки. Затем они собираются в соответствии с замыслом еще более сложные и замысловатые модели. История модульного оригами, основоположника этой техники, митсунобу снобэ, он стал основоположником и эта техника пользуется в Японии до сих пор заслуженным признанием даже сейчас. Различные варианты базовых моделей, собственно, даже называются санов или санова. Модульный оригами – это техника, которая предполагает складывание сначала определенным образом так называемых треугольников с завернутыми краями. И эти треугольники потом мы с вами объединяем уже в определенную фигуру. Американский математик Роберт Лэнг, он посмотрел на технику оригами со своей стороны, с инженерной точки зрения и разработал алгоритмы построения фигурок, которые до сих пор поражают точностью своих форм и филигранностью исполнения. Вот на экране вы видите его фигурки, да, они очень похожи именно уже непосредственно с самим оригиналом. Сейчас, минутку, прошу прощения. И еще такая техника, вы видите пример слева на слайде, это кусудама. В основе техники модульного оригами положено изготовление кубиков санова. Чаще всего они имеют два кармана, в которые вставляются края других моделей. Так складывается классический шарик. Иногда составляющие его модели склеиваются или даже сшиваются друг с дружкой для того, чтобы они держались наиболее плотно. Но, опять же скажу, мы сегодня тоже будем об этом с вами говорить. Техника оригами зачастую не предполагает ни сшивания, ни склеивания и так далее. Если говорить о других видах техники оригами, еще существует такой вид, как мокрое оригами. Его изобрел наш неутомимый оригамист. Для работы в этой технике требуется бумага повышенной пластичности. То есть это не наша обычная бумага, которая при складывании делает такие заломы. А бумага именно для мокрого оригами должна быть очень пластичной. Листы смачивают водой из пульверизатора, то есть делают их мокрыми, чтобы они были более эластичными. Либо на них тонким слоем наносится клеевой раствор. А фигурки, выполненные в этой технике, очень сильно похожи на технику папье-маше. Но это не так. Здесь у нас немножечко другое направление. Здесь у нас немножечко по-другому складываются наши элементы. Какие же инструменты и материалы для занятий нам с вами будут необходимы? Давайте это мы тоже с вами рассмотрим, что мы с вами можем использовать на своих занятиях. Для занятий регами можно использовать цветную бумагу для детского творчества. Но опять же, необходимо смотреть на ее качество. Потому что сейчас довольно-таки большое распространение бумаги. Но бумага всегда разного качества. Это может быть бумага, которая очень легко рвется, она не подойдет. При первом же сгибе, при первом проведении пальцем ребенка по этой бумаге, эта бумага будет разлетаться в клочья. Соответственно, ребенок не сможет ничего сложить из этой бумаги и будет расстроен и он, и вы. Там сейчас очень большое количество нашей глянцевой бумаги, ламинированной, так называемой, цветной бумаги. Такая бумага тоже не совсем будет подходить, так как она будет очень скользкой. То есть вы ее сложили, она будет скользить и разворачиваться назад. Такого тоже быть не должно. Но исходя из собственного опыта, не знаю, как вот, ну, многие пишут, что используют эту технику, я на своих занятиях применяю бумагу. Это вот либо бумага для оригами, она так и продается, бумага для оригами, но ценник ее немножечко кусается, можно так сказать. Очень удобно для использования просто наша цветная бумага формата А4, которую мы покупаем для печати. Во-первых, она не скользит и по качеству своему она довольно-таки удобна. Она не сильно плотная, но при этом она сохраняет и держит форму. Также для изготовления оригами можно использовать бумагу из журналов, но опять же мы смотрим на ее качество. Также можно использовать оберточную бумагу, если есть такая тисненную бумагу, и японская бумага специальная уоши. Это бумага для оригами. Вот это то те виды бумаги, которые вы можете использовать для себя. Сложить, естественно, мы можем из любой бумаги ту или иную фигурку, да, но эта бумага, которую я сейчас перечислила, она наиболее лучше будет подходить для того, чтобы изготавливать оригами. Также может нам с вами понадобиться клей и как выбрать клей для оригами. В модульном оригами, как я уже говорила, клей используется достаточно редко. Многие модели можно просто разобрать и создать из модулей что-то новенькое. То есть мы сначала сложили, да, постояла у нас эта фигурка какое-то время, потом она нам надоела, мы ее можем смело разбирать и уже по другой схеме создать другую фигурку. Клей используется только для склеивания и присоединения каких-то мелких деталей. Это могут быть глазки, носик, ушки, украшения, допустим, присоединение лепестков цветов при изготовлении стебля, при приклеивании лепестков на стебель. Однако, если вы изготавливаете поделку как детскую игрушку, да, как подарок или выставочный экземпляр, который вы уже в дальнейшем не будете разбирать, то есть смысл позаботиться о том, чтобы она была очень прочной. А здесь мы с вами можем использовать густой клей ПВА или наш клей-карандаш. Они прекрасно склеивают бумагу и могут нам помочь в дальнейшем. Если говорить о красках, да, как я уже сказала, мы с вами можем использовать цветную офисную бумагу для изготовления наших поделок, тогда наши модули и наши поделки, ну, не только модули, просто наши поделки оригами будут уже цветными. Но мы с вами можем использовать и белую офисную бумагу, это еще больший и лучший эконом-вариант, и после чего покрыть краской, допустим, из баллончика с пульверизатором, это может быть там золотистая, серебристая или же любая цветная. Мы можем просто предложить, естественно, ребенку покрасить там его изделие гуашью, но опять же смотрите, за счет того, что есть изгибы, складывания, и эта бумага, она может во первую очередь размокнуть, во вторую очередь не докраситься. Поэтому к выбору бумаги отнеситесь, опять же, тоже с определенным вниманием. Карандаш. Карандаш должен быть остро заточенным. Карандаш необходим для выполнения разметки бумаги при вырезании основы для складывания. Лучше всего, мы с вами можем вырезать и по изгибам, но дети не всегда понимают по изгибам, где им нужно отрезать, им нужно чаще всего помечать карандашом. Лучше всего использовать механический карандаш с тонким сменным грифером. С помощью такого карандаша вы можете провести практически незаметные линии, и его не нужно затачивать, он у нас выдвигается механически. Карандаш также можно использовать для подкручивания лепестков, если мы с вами делаем цветы. Ножницы. Для изготовления наших элементов ариками, для наших поделок выбирайте только острые ножницы, у которых лезвия двигаются свободно. Помните, что слишком тугие ножницы будут резать бумагу неровно, а мы с вами понимаем, что если мы отрезали бумагу неровно, то, естественно, у нас уже наша фигурка получится не совсем ровной. А если ножницы слабые, то они просто будут мять бумагу или же складывать. Рекомендуется иметь несколько пар разных ножниц с лезвиями разной длины и формы. Мелкие детали удобно вырезать маникюрными ножницами с загнутыми лезвиями. А перед тем, как выбрав ножницы обрезать бумагу, попробуйте эти ножницы на пробном листе бумаги. Не поленитесь карандашом нарисовать тонкую линию, а потом режьте именно по ней ножницами. То есть не как пойдет у нас с вами наши ножницы, а именно по определенному направлению. Линейки и треугольники и транспортиры, которые мы с вами можем использовать. А линейки нужны для разметки при вырезании основы или же складывания фигурок. Мы с вами при помощи линейки тоже можем складывать, чтобы это было ровно. Также для симметричного развертывания фигурок на основе панно, если мы с вами делаем какое-то панно, в которое включено несколько элементов оригами. Так как в некоторых моделях оригами необходимо складывать бумагу под определенным углом, у нас это с вами пишется, то в этом случае вам пригодится транспортир. Мы тоже с вами можем его применять. Также дополнительные аксессуары, если мы с вами делаем поделки. При изготовлении поделок вам понадобятся, допустим, готовые глазки для игрушек. Они бывают разной формы, размеров, наверное, вам это уже все знакомо. Можно, конечно, нарисовать глазки и самим на плотной бумаге, или распечатать готовое изображение глазок. Для украшения поделок могут подойти разные ленточки. Это могут быть остатки какой-то пряжи, кусочки ткани, остатки определенной цветной бумаги, бисер, бусины, пайетки, стразы, блестки и так далее. Все это вы тоже можете, естественно, использовать и при подготовке занятия. Тоже можно подготовить это как дополнительный аксессуар. Иногда для изготовления отдельных изделий вам необходимо будет использовать нитки с иголкой для изготовления и соединения определенных деталей. Чем же преимущества нашего оригами, какие же преимущества оригами-терапии? Оригами, как я уже говорила, формирует навыки исполнительского мастерства и вырабатывает сложную координацию движений кисти. Здесь ребенок, опять же, приобретает определенную самостоятельность. Но, хочу сказать, тот момент, мы даем возможность ребенку самостоятельно сложить, ту или иную фигурку. Не так, что, да, я тебе покажу, как это надо делать, и мы складываем это самостоятельно. Нет. А здесь, естественно, при складывании мы являемся только координатором. А сейчас уже доказана связь способности ребенка совершать сложно координированное движение пальцами с развитием интеллекта. Об этом мы тоже с вами сегодня говорили. Кроме того, занятия оригами развивают и коммуникативные навыки детей. Чаще всего занятия оригами у нас с вами проходят не индивидуально, да, не по одному, а в группе, соответственно, дети, во-первых, смотрят друг на друга, они учатся друг у друга, и коммуникативные навыки тоже у нас развиваются в группе, как не в группе, где нам еще развивать наши коммуникативные навыки. Какие навыки и способности развивают оригами у детей? Развивает у детей способность работать руками под контролем сознания. У них совершенствуется мелкая моторика, точное движение пальцев, и происходит развитие глазомера. Способствует концентрации внимания, заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат. Также оригами у нас стимулирует развитие памяти, так как ребенок должен запомнить именно последовательность и приемы и способы складывания. Не столько последовательность, да, потому что при последовательности мы с вами можем взять схему, да, и по этой схеме отработать ту или иную подделку. Но, как я уже говорила, есть определенные приемы и способы складывания. Они называются определенными терминами, и эти термины у нас уже написаны на наших таблицах. Соответственно, ребенок должен запомнить, как это сложить, и если ему это интересно, то он запоминает и саму схему. А также оригами активизирует мыслительные процессы. В процессе конструирования у ребенка возникает необходимость соотнесения наглядных символов со словесными, объяснения приемов складывания, способов сборки и перевод их значения в самостоятельные действия. Самостоятельное выполнение работы. Опять же, я говорила, да, о самостоятельности, о том, что здесь мы даем возможность ребенку самостоятельно выполнить работу. Также оригами совершенствует трудовые умения, формирует культуру труда. Имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления, а это немаловажно, да, творческого воображения и художественного вкуса. Составление тематических композиций способствует развитию именно композиционных навыков. Причина успеха занятиями оригами. Почему у нас оригами именно привлекает детей и увлекает их? Сама бумага с ее непривычным, неагрессивным статусом. С бумагой можно делать все, что угодно. Снять, разорвать, рисовать на ней. А в оригами бумага выступает в новой, необычной роли для детей. Из нее можно сложить множество интересных моделей. Появляется мотивация, желание научиться этому, желание именно складывать. Наверное, многие из вас видели, да, когда ребенок видит, как просто листик превращается в какого-то зверька, да, в лисичку, в кошечку, в собачку. Видели, наверное, горящие глаза этого ребенка и то, что он говорит, что я хочу точно так же. Освоить технику оригами очень легко в любом возрасте, как детям, так и взрослым. Результат освоения техники достигается довольно-таки быстро и имеет место прогнозируемый именно позитивный результат. Мы говорим с вами еще тот момент, что если ребенок будет складывать точно и аккуратно, то у него, естественно, все получится. И здесь мы с вами еще воспитываем такой момент, как аккуратность. Ребенок у нас понимает, что если он в начале складывания нашего неправильно, ну не то, что неправильно, неаккуратно, неровно отрезал лист бумаги, то уже начиная с этого этапа у нас может получиться не совсем ровная фигурка. Потом ребенок понимает, что если он согнул тот или иной угол, да, тот загнул лист не совсем аккуратно, то за счет этого, это наша, опять же, основа, да, за счет этого, опять же, наша фигурка может получиться не совсем ровной, не совсем аккуратной. А здесь оригами у нас учат именно аккуратности. И если складывать фигурку аккуратно и точно, она обязательно получится красивой. И залог этого сама природа этой техники конструирования. В технике оригами царит точность, царит симметрия и гармония геометрических линий. На все на это мы с вами тоже обращаем внимание наших детей. Есть возможность руководить процессом, то есть вносить в фигурку по своему желанию какие-то другие элементы и внести в определенную фигурку свои доработки. Также устраняется барьер между педагогом и ребенком и возникает атмосфера доверия. На занятиях оригами осуществляется невербальный контакт в общении, что в отдельных случаях бывает единственным возможным. Мы говорили с вами о том, что оригами тоже очень хорошо использовать с детками ОВЗ, с неговорящими детьми. Здесь возникает все равно невербальный контакт и контакт есть, общение все равно происходит. Также оригами объединяет в себе приемы и формы работы некоторых других арт-терапевтических направлений. Мы с вами к технике оригами можем добавить сказкотерапия, это сказки оригами. Мы с вами можем сделать из оригами персонажей и играть ими сказки. Игротерапия – это игры с подвижными фигурками. А терапия средствами драмы и куклотерапии – это у нас может быть разыгрывание сцен с куклами, оригами, масками и тому подобное. Здесь мы тоже это можем подключать. А терапия средствами музыки, терапия цветом – это когда у нас используется музыка на занятиях, да, как дополнительное средство. Или же терапия цветом – это у нас использование нашей разноцветной бумаги, как я уже сказала, лучше использовать нашу офисную цветную бумагу. Девятый пункт – это метод повтора и ритмичность складывания модульного оригами. Это может быть там звезды, орнаменты, да, 3D-модели уравновешивает психическое состояние человека, то есть приводит его в состояние спокойствия. Ну, если говорить о той информации, которую я вот в общем плане хотела вам сегодня дать, у меня все. На данный момент на экране, ну, пока есть время, вы можете во вкладочку «Вопросы» задать вопросы, а я пока буду говорить дальше. На данный момент на экране вы видите название книг, которые бы я рекомендовала почитать. Не смотрите на то, что книги, ну, как у нас сейчас принято, да, должны быть свежими и новыми, это должны быть книги за последние 5 лет. Это книги именно такие базовые, в которых есть очень много полезной информации. Если вам действительно интересна эта техника, приглашаю посмотреть именно эти книги, они очень интересные, хотя и выпущены уже давно. Но, как мы с вами выяснили, да, оригами – это довольно-таки древняя техника, поэтому книги даже по отношению к ней еще очень молодые. Ну, давайте перейдем к вашим вопросам, посмотрим. Так, именно по оригами-терапии, Надежда, вот подскажите, есть ли профессиональная литература именно по применению оригами-терапии? Если есть, укажите, автор. На данный момент именно как оригами-терапию, ну, лично я не использую, я ее использую как, ну, налаживание контакта, как я уже сказала, да, проведение определенных диагностик. Но проведение определенных диагностик касаемо именно оригами-терапии – это наши проективные методики, да, и в них я включаю оригами-терапию. Именно как литературу и определенных авторов подсказать я вам не смогу, к сожалению. Татьяна, подделки из модулей относятся к оригами. Да, модуль на оригами, естественно, это у нас одно из направлений именно оригами. Ну, если да, то немного об этой технике хотелось бы узнать. Как я уже сказала, да, это довольно-таки простое направление, наше модуль на оригами. А здесь очень, ну, складывать сами модули не составляет большого труда, да, естественно, вы видели, что это наш треугольничек, который заворачивается еще края вовнутрь. Здесь, ну, как бы, наверное, массу видео вы сможете найти на просторах интернета. Здесь сам важный момент именно понять схему модуль на оригами, когда вы уже эти наши маленькие модули складываете в схему. Так, с какого возраста лучше начинать работу с детьми? Юлия спрашивает. Юлия, смотрите, здесь все зависит, опять же, от наших индивидуальных особенностей ребенка. Чем раньше мы начнем с вами обучать ребенка оригами, ну, естественно, это делать не в полгода, да, если вы видите, что ребенок уже проявляет определенный интерес к бумаге, проявляет определенный интерес к ножницам, и вы можете ему объяснить, как сложить тот или иной элемент, то уже с этого возраста можно начинать. Ну, в среднем это 3-4 года. Опять же, мы смотрим на активность ребенка и на его способности. Чтобы не было так, что мы посадили ребенка за оригами, у него несколько раз это не получилось, и все, но ребенок на занятии оригами поставил крест только потому, что его рано посадили. Так, схемы в учебниках иногда бывают не совсем понятны. Какими видеопорталами можно воспользоваться? Ну, Татьяна, к сожалению, по видеопорталам вам не отвечу, потому что я использую именно сами схемы в учебниках. Поэтому, ну, вот тут с видео такой небольшой момент. Именно по видеофрагментам я сама не складываю. Складываю по именно самим схемам. Ну, насколько я вижу, вопросов пока больше нет. Сейчас я посмотрю, что в чате. Так, в чате уже больше нет. Надеюсь, я, ну, в какой-то мере смогла ответить на ваши вопросы. Ну, чем пользуюсь сама, я поделилась. И, ну, хотелось бы сказать еще такой момент, что наши чувства заразны. Если мы увлечены страстно и заинтересованы, все это, естественно, у нас передается детям, да. Учитель своим интересом зажигает наших детей. И чем больше будете именно заинтересованы вы. И если вас заинтересовало именно направление оригами, мне было бы очень приятно услышать ваш обратный ответ. Надеюсь, материал был интересным и полезным. А сейчас мы ждем Татьяну Викторовну для завершения вебинара. У меня на сегодня все. Всего доброго. До свидания.